Ну и процесс консультирования. Самое главное, что должны произойти перемены. И вы должны понимать, что эти перемены затрагивают человека и эмоционально, и на повседневном, духовном, физическом уровне. Они могут радовать, могут пугать. То есть, скажем, если человек пришел с ВИЧ, когда мы будем говорить про поведенческий компонент, и вы до него доносите информацию, что теперь, если, скажем, вы ВИЧ-положительная, а у вас супруга ВИЧ-отрицательная, вы несете за нее ответственность, и теперь каждый половой акт должен быть с использованием, скажем, презерватива. Понимаете? А для него это раньше было, ну, вообще, как бы неприемлемый вариант. Естественно, это перемена в жизни. Причем пугающая перемена. Причем пугающая перемена, да? Как это будет происходить? Да, но вы должны донести эту информацию, вам нужно до нее донести, сказать, вот смотри, если без, то вот такой риск. Если с использованием, вот такой риск. Смотри, выбирай. Ну, это твоя жена, это мать твоих детей, да? То есть, доносим эту информацию. Рефлексия пропускает через себя и вывод на мотивацию. То есть, уже идем дальше. Некоторые перемены бывают неизбежные, такие как старение организма, наступление половой зрелости у подростков, а некоторые, которые навязываются нам окружающими. То есть, например, правила поведения в обществе. Вел себя так, теперь нужно себя вести совсем иначе. То есть, в этом обществе себя ведут совсем по-другому. Здесь совсем другое поведение приветствуется. Это очень важно показать людям. Ну, и перемены могут вызвать чувство незащищенности, конечно. То есть, представляете, жил-жил таким вот образом, а тут раз, надо что-то поменять. Естественно, человек может растеряться. Вот нам нужно помочь человеку, понимаете, вот в этих переменах найти себя. И важно понять, что перемены – это не только конец чего-то, но и начало следующей жизни, начало следующих действий. Следующего этапа в жизни. Следующего этапа в жизни, да. И ожидаемые клиентам и консультантам изменения могут не совпадать с реальными переменами. Понимаете? То есть, вы чего-то ждете от него одно, то есть, вы ожидаете, что он тут же придет в церковь, покается, принято крещение, и будет тут же вести прям открытый. Праведный совершенно образ жизни. Он открыто объявит свой ВИЧ-штатус, начнет работать с ВИЧ-инфицированными, а он скажет, нет, я в церковь не пойду, я вообще свой ВИЧ-штатус буду скрывать. Единственное, кому я скажу, жене, ну, потому что я не имею права ей не говорить, потому что это человек, который со мной не в посредственном контакте находится. И все, и вообще не трогайте меня. Я к вам буду приходить раз в месяц, и все. Имеет право. Имеет право. Понимаете? То есть, наша задача принять, донести плюсы одного, минусы другого, да, все взвесить. А дальше уже как мы его смотивировали на изменение своего поведения? Конечно, конечно. Ну, и важно понимать, что человек, который проходит через вот этот ВИЧ-статус, он переживает вот такую модель горя, что ли. Как это вот тут так интересно изображено? Модель горя. Мы так решили, думаю, оставим такое название. В курсе по молодежным проблемам, по строению отношений до брака, мы там рассматривали 4 стадии переживания горя. Очень подробно, помните? 4 утраты. 4 стадии утраты близкого человека. Ну, здесь вот изложено 5 стадий. Просто одну стадию мы так взяли и поделили как бы на 2 части. Ну, первое – это отрицание. Нет, этого не может быть. Я не ВИЧ-инфицированная. Только не со мной. Нет, нет, я не может быть такого со мной. Ну, подумаешь, это было всего один раз, или там два, или пять. Это какая-то ошибка, перепутали. Дальше идет гнев и злость. Да как они могли? Как со мной такое могло случиться? Тут даже может начаться торг. Вот, это может быть новый такой пункт. Бог, если я буду себя вот так, вот так, вот так правильно вести, но ты же меня исцелишь, исцелишь. Вот давай, ты меня исцели, а я за это буду себя вот так и вот так вести. Да? То есть это, в общем-то, вот такая вот… Каждое воскресенье свечку ставить, 30 поклонов отбивать. И в церковь ходить каждый день. Плюс еще проповеди готовить, и плюс еще там посещать бабушек-старушек. Но ты меня исцели сначала, чтобы я знал, что ты существуешь. Ну, вот торг. Потом, когда торг не срабатывает, да, человек переходит в состояние депрессии. То есть гнев внутрь себя направленный. Да, то есть на себя самого. Это я виноват, нет мне прощения, непрощенный грешник. Тут могут проявляться такие суицидные мысли. Вот потом выйти нужно на признание и принятие этой ситуации. Важно не зациклиться где-то на одной из этих стадий, а все их прожить. Проживают их все, обязательно. Просто кто-то быстро проходит, кто-то какую-то стадию дольше. И нам, консультантам, нужно понять, на какой стадии находит человек, который к нам пришел. Вот он к нам пришел, где он? Чтобы мы знали, с чего начинать и как бы вот… Чтобы его дальше вести. То есть понять, что через все эти стадии, опять повторим, что проходят все. То есть, а наша задача их провести и как можно быстрее прийти вот на последнюю. На пятую, на последнюю. Произойдет ли это в первую встречу, или во вторую, или в третью? Но просто мы должны видеть как бы цель, да? Цель, к которой мы должны прийти вот в разговоре с этим человеком. Принять эту ситуацию. Все, вот она ситуация. Как теперь с этим жить? Ведь жизнь продолжается. Вот наш позитив. Жизнь продолжается. В консультирование обязательно необходимо включить информирование, чтобы заставить пройти вот этот диагноз скорби, утраты, вот этой стадии переживания горя и прийти на стадию, когда он уже понимает, принимает и вырабатывает выводы какие-то. Как я буду дальше с этим жить? Что мне дальше с этим делать? Человек, который приходит, как правило, у него отсутствует будущее. То есть, у него нет вот такого вот восприятия, что у него есть будущее. То есть, нам задача, наша задача, опять, донести жизнь продолжается. Будущее есть у всех. То есть, он приходит в такую установку. Вот если бы не это, я бы смог тогда вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать. А теперь я все, обречен. Да мы все, по большому счету, обречены. Но у нас есть время. Кстати, знаете, здесь очень хороший есть тренинг. Он изложен вот в пособии жизни продолжается в одном из наших уроков. Мы говорим, напиши, пожалуйста, эпитафию на свою собственную могилу. Что бы ты хотел, чтобы было написано? Знаете, люди обычно бывают в ужасе. Как? Ну, вот ты умер, вот тебя похоронили. Вот что на могиле написано? Вот сейчас же так модно, и что такое интересное написать? Как думаешь, что напишут? Вот. И вот, знаете, когда человек начинает описать, ну... Кто-то пишет, и это все. А кто-то пишет, здесь похоронил там... Большие надежды. Да, большие надежды. Вот. А потом начинаем уже, вот знаете, исходя из того, что человек написал, говорим, а вот... То есть, мы видим сразу, где он находится, на какой стадии. Очень хорошее упражение. Что он сейчас переживает? Во-первых, диагноз поставлен, где человек находится. А во-вторых, вы знаете, от чего можно отталкиваться. И это все. Интересно. А что можно было бы сейчас тебе сделать, что это еще не все? Ведь у тебя осталось еще, знаешь, судя по прогнозам, ну, 10, ну, пусть даже возьмем 5. 5-15 лет. И то, если без терапии. Ну, смотри, это же, в общем-то, хорошая жизнь, это хороший очень такой период жизни. А что бы ты мог сделать сейчас? Очень многое можно успеть. Чтобы что-то было другое написано, да? Вот. И уже, как бы, переориентирование идет человека. Знаете, возьмите на вооружение упражнение, совершенно потрясающе. Помню, когда мы его предложили, первый раз нам говорят, а это не жестоко. Вы знаете, ну, мы его, как, предложили ребятам из репцентра, с инфицированным встречать. Мы говорим, ребят, как вообще вот это нормально восприняли? Ну, они все понимают реальность, что у них эта жизнь, во-первых, короче, чем у всех. Поэтому они нормально воспринимают. Ну, опять, кто знает. А кто знает, да. То есть, понимаете, мы все... Может, они-то дольше и проживут. Поэтому, как бы, никто не может прогнозировать длительность своей жизни. Нужно жить сегодняшним днем, да? Вот, вот сегодня дано, вот сегодня и нужно жить. Ну, и донести такую мысль, что это хроническая болезнь. Это не смертельный диагноз ВИЧ. Это болезнь, с которой нужно научиться жить. Как сахарный диабет, как рак, любое другое. Это хроническое заболевание, да, с которым нужно просто научиться жить. Ну, и дальше, конечно, преодолеть стереотипы, ярлыки, которые навязывают больным ВИЧ. Потому что ярлыков очень много. Вот сейчас мы немножко с ярлыками поработаем. Сейчас или чуть похоже? Ну, сейчас вот до конца мы пройдем. Давайте мы сейчас закончим консультирование и перейдем уже к ярлыкам. К ярлыкам, чтобы идти дальше. Важность рассказать мужу или жене. То есть, как мы сказали, человек ВИЧ-инфицированный имеет право на конфиденциальность информации. Кроме... И скрывать свой статус. Но не имеет права скрывать статус от супруга. То есть, это вам нужно четко донести. Он даже детям может не рассказывать. Родителям, в принципе, может не рассказывать. Это вы просто можете до него донести, что как бы логично будет, если ты это делаешь. Но скрывать свой статус перед своим супругом с супругой... Не имеет права. Не имеет права. Особенно, если они сохраняют половую жизнь сексуальную. Если он живет такой беспорядочной жизнью, вы, тем более, говорите, что это уголовно наказуемое дело. Значит, ты должен заранее предупреждать, если ты не хочешь, чтобы потом на тебя подали в суд, Берби скажет вас в расписку, что я знаю, что такой-то такой Петя Иванов заражен в ВИЧ, и я с ним вступаю в половой контакт. Как бы это смешно ни звучало, донесите это до людей. Мы не можем вас заставить изменить свое поведение, но просто мы хотим, чтобы вы знали, что это уголовно наказуемое, чтобы себя избавить от этой заранее ответственности, вы должны предупредить будущего полового партнера за своем статусе. Возможно, будет какая-то отверженность от людей окружающих. Это тоже на выбор. То есть вы можете не рассказывать. Это каждый человек решает сам. Есть плюсы в открытии своего положительного статуса, есть и минусы. Но когда мы будем говорить о мифах, о стигмах, стереотипах, мы затронем этот момент. Подробнее разберем, потому что действительно очень вопросы такие задаваемые. Пока мы говорим о том, что нам нужно, какие вопросы обязательно затронуть, чтобы человек пропустил через себя и был замотивирован. Мы понемножку так открываем эту ситуацию. Страх болезни смерти, ну тут, наверное, так же, как и всем присуще, только здесь это в большей степени, потому что это ближе у них, реальней. По крайней мере, они так это видят, что это реальнее. Научить их регулярно принимать лекарства, если начали принимать АРТ. Ну и со временем показать им, что все возможно измениться. Все может измениться. Может быть, откроют какие-то новые лекарства, которые будут более эффективны. А может быть, прекратится вот такая вот бесплатная поставка тебе лекарств. То есть все может измениться. Как лучше, так и хуже. Нужно быть готовым ко всем изменениям. И принимать все вот так, как оно есть. В любом случае, все находится под контролем нашего Господа. Если человек верующий, он это понимает, да? Вот, ну тут вопросы по... А, вот итог. Значит, последнее что? Подвести итог. То есть, что такое консультирование, да? Понятно, что консультирование – это конфиденциальные беседы с человеком, чтобы помочь ему изменить его образ жизни и модель поведения. И принять решение. И принять решение относительно дальнейшей жизни. Нужно, конечно, овладеть навыками консультирования, но мы скажем, что эти навыки нарабатываются в опыте. Навыкам невозможно научить. Вот вы начнете консультировать, у вас будут навыки. Пока вы не начнете консультировать, вы хоть изучите массу литературы, прочитаете труды. То есть, навыки появляются только, когда у нас есть три основных таких важных компонента в жизни. Первый компонент – это опыт. Обязательно должен быть опыт, чтобы появились навыки. Второй компонент, для того, чтобы появились хорошие навыки консультирования – это опыт. И третий – это опыт. То есть, три компонента. Три важных компонента для хорошего консультирования. Все, будут навыки. Еще раз хотим сказать, научиться навыкам через чтение даже полезной литературы, через слушание даже самых опытных консультантов невозможно. Послушали, прочитали, проконсультировали. Применили на практике. Применили. Еще раз послушали, почитали, применили. Увидели ошибки, изменили, применили, применили. Сделали выводы, пошли дальше. Все. Это будут ваши навыки. Это будут именно вы будете консультировать, а не кто-то другой. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинари. Продолжение следует...